Чем отличался праздничный курник от повседневного? Как выглядела кулебяка на четыре угла? С какой начинкой готовили губник и накрёпок? На портале Культуры РФ мы собрали для вас рецепты старинных пирогов, которые пекли в Оренбургской, Московской, Тверской и Архангельской губерниях. Знакомьтесь с историей русской выпечки и готовьте традиционные блюда. Царь пирогов – курник. Есть несколько версий, откуда произошло слово «курник». По одной из них пирог так назвали потому, что из отверстия в его середине выходил, курился горячий пар. По другой версии название курник связано с тем, что начинку для него часто готовили из курицы. Однако это был не единственный вариант. Поморы, например, пекли небольшие курники с рыбой. В Оренбургской, Тульской, Орловской и других губерниях по будням готовили такие пироги с картофелем и курицей, которую иногда заменяли на индейку. Также в пирог могли добавлять рис, гречку или другие крупы. А на праздничный стол подавали большой курник с несколькими начинками – грибной, мясной, овощной, яичной. Слои фарша разделяли тонкими блинчиками. Такую выпечку часто называли «царем пирогов». Рецепт курника из курицы и риса. Три стакана муки, 200 граммов сливочного масла, один стакан сметаны, два яйца, половина чайной ложки соли, один килограмм куриного филе, один стакан риса, четверть стакана сливок, сок четвертинки лимона, 6-8 свежих или маринованных шампиньонов, растительное масло, зелень петрушки, мускатный орех. В глубокую емкость вылейте два яйца, добавьте к ним размягченное масло, сметану, муку и соль. Замесите тесто. Для начинки сварите и остудите курицу. Мелко нарежьте грибы и обжарьте их на растительном масле. Рис отварите до готовности. Из бульона, в котором варилась курица, приготовьте соус. Смешайте один и еще четверть стакана бульона со сливками и лимонным соком, доведите до кипения и охладите. Раскатайте тесто в пласт толщиной около полусантиметра. Выложите на него слоями половину риса, курицы и грибов, затем повторите очередность слоев. Начинку плотно примните ложкой, залейте соусом, посыпьте петрушкой и мускатным орехом. Накройте пирог вторым пластом теста, украсьте по желанию и поставьте в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов. Московская кулебяка. Кулебякой на Руси назывался закрытый пирог с одной или несколькими начинками. Такую выпечку готовили с рыбой, капустой, мясом, кашей, грибами. Если начинок было несколько, их выкладывали слоями и разделяли тонкими пресными блинчиками. Когда это блюдо появилось на Руси, точно неизвестно. Одни исследователи относят первые упоминания о кулебяке к 12 веку, другие к 16 или 17 столетию. Цитата. Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная во всей своей ноготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь и такие кусище, и пальцами над ней пошевелишь вот этак от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло как слезы. Начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком. Антон Чехов, рассказ «Сирена». Особенно популярны были кулебяки в Москве. Здесь их готовили на два, три или четыре угла. Фарш на тесто выкладывали не слоями, а клиньями, от количества которых и зависело название пирога. Тесто для выпечки использовали дрожжевое. В начинку с 19 века стали добавлять рис, шампиньоны, лосось и другие продукты, которые в то время считались изысканными. Пирогу придавали овальную форму, выпекали его так, чтобы верхняя корочка получилась поджаристой, а нижняя была пропитана соком от начинки, но не липла к зубам. Начинки в таком блюде всегда было больше, чем тесто. Рецепт кулебяки с рыбой. Один стакан воды, 600 граммов муки, 4 яйца, полторы чайной ложки сухих дрожжей, 4 столовые ложки подсолнечного масла, 2 столовые ложки сахара, 600 граммов филе белой рыбы, половина стакана риса, 1 луковица, 1 пучок зеленого лука, соль по вкусу. Приготовьте опару для теста. Для этого возьмите полстакана кипятка, залейте им сухие дрожжи, размешайте и дайте постоять 5 минут. Затем смешайте дрожжи с мукой и щепоткой сахара, накройте пленкой и оставьте в тепле на 3 часа. Смешайте полстакана воды с подсолнечным маслом, солью и остальным сахаром, добавьте в опару и замесите тесто. Накройте его и дайте подойти. Рис и рыбное филе отварите, лук мелко нарежьте и обжарьте. Два яйца сварите вкрутую, затем измельчите. Добавьте рис, рыбу и яйца к луку. Обжарьте все вместе и остудите. Раскатайте тесто, выложите на него начинку, заверните и защипните края. Придайте пирогу овальную форму. Выпекайте его при 180 градусах 30-40 минут. Псковский губник. В старину губами в Псковской губернии называли грибы, чаще всего грузди. Отсюда и пошло название пирога с грибной начинкой – губник. Иногда его пекли с рыжиками, и тогда он назывался рыжичником. В 18-19 веках губник считался одним из кулинарных символов Псковской губернии, однако готовили его и в других регионах – Архангельской, Тверской, Костромской губерниях. В зависимости от сезона хозяйки брали для начинки свежие или соленые грибы и обжаривали их с луком. Тесто для пирога традиционно готовили дрожжевое, сдобное. Чтобы губник был красиво подрумянин, его верхнюю корочку смазывали крепким черным чаем. Рецепт губника. 1 кг пшеничной муки, 400 г дрожжей, 2 стакана теплой воды, 5 средних луковиц, 3 стакана соленых груздей, 300 мл растительного масла, 1 чайная ложка соли, черный перец по вкусу. Половину муки замесите с водой и дрожжами. Оставьте опару в теплом месте на полчаса. Затем добавьте оставшуюся муку, стакан масла и соль. Вымешайте тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Переложите в миску, укутайте влажным полотенцем и уберите в теплое место на 3 часа. За это время дважды его обомните. Мелко нарубите лук и обжарьте до румяности на 4 столовых ложках масла. Добавьте нарезанные грибы и поперчите. Перемешайте и снимите с огня. Раскатайте тесто в овал, выложите начинку на одну половину, другой накройте и защипните края. Проколите вилкой поверхность пирога в нескольких местах. Верхушку смажьте крепким чаем. Выпекайте губник 40 минут. Тверской накрепок. Слово «накрепок» произошло от глагола «крепить». Этот открытый пирог в старину был популярен в Тверской губернии. Его выпекали из дрожжевого теста, для начинки готовили рассыпчатую кашу, гречневую, рисовую, овсяную или пшеничную. Сверху ее скрепляли ломтиками малосольной рыбы. Такой пирог часто готовили на праздники. Он считался символом благополучия и богатства. Рецепт «накрепка». Для теста 5 стаканов пшеничной муки, полтора стакана молока или светлого пива, 100 граммов сливочного масла, 2 яйца, соль, сахар, дрожжи. Для начинки 1 стакан любой рассыпчатой каши, 300 граммов малосольной рыбы, 1 луковица, 3 вареных яйца, 1 треть стакана сметаны, зелень и пряности по вкусу. Приготовьте опару для теста из половины стакана пива или молока, 30 граммов дрожжей, 1 столовой ложки сахара и 1 стакана муки. Дайте ей постоять в теплом месте. Затем добавьте яйца, соль, растопленное сливочное масло и остальную муку. Для начинки сварите любую крупу. Если рыба оказалась соленой, можно вымочить ее в молоке. Обжарьте на сливочном масле лук, смешайте его с готовой кашей. Раскатайте тесто и выкладывайте на него начинку слоями. Сначала крупу, затем нарезанные кружочками яйца, снова крупу, по желанию, зелень. Сверху уложите ломтики рыбы внахлёст, чтобы они покрывали всю начинку. Залейте рыбу смесью сметаны с яичным желтком. Украсьте пирог по желанию, смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке при 170 градусах. Поморский рыбник. Рыбники из ржаной муки были любимой выпечкой в поморских селениях на русском севере. В будние дни любую рыбу заворачивали в тесто целиком и запекали в печи. Иногда для начинки брали два разных сорта, например, щуку и язя, налимы и палтуса. В праздники готовили красный рыбник с лососем, сёмгой или горбушей. Верхнюю корку такого пирога плели из полосок теста и придавали ей форму большой рыбины. Ели такую выпечку особым образом. Верхнюю корку срезали, а рыбу съедали ложкой или вилкой, как второе блюдо. Точных рецептов поморского рыбника не сохранилось. Кулинарных книг северные хозяйки не вели, тесто готовили на глаз из муки, воды и соли. Замешивали его обычно с вечера. Рыбу чистили, потрошили, мыли, укладывали на один пласт раскатанного теста и накрывали другим. Пирогу давали немного расстояться, а затем отправляли в печь. Рыбник считался готовым, когда его можно было легко отделить от формы. Вот такие пироги. Какую выпечку готовили в разных губерниях? В материале портала Культура РФ.